В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы епископ Меликесский Чердоклинский Деодор совершил божественную литургию в главном храме столицы Заволжья, Преображенском кафедральном соборе Димитровграда. Подробнее об истории установления праздника расскажут наши коллеги. Введение во храм – это наиболее поздний двенадесятый праздник, то есть появившийся позже всех из 12 главных православных торжеств. Некоторые исследователи предполагают его появление с постройкой византийским императором Юстинианом Новой Богородичной Церкви в Иерусалиме в 543 году по Рождестве Христовом. Однако эта версия является лишь гипотезой, не имеющей документальных подтверждений. Первые документальные свидетельства появления праздника Введения – это некоторые месяцесловы или православные календари VIII века, в которых он обозначен. Существует также две гамилии на этот праздник, приписанные патриарху Константинопольскому Герману, жившему в VIII веке. Гамилия – это аналитическая форма проповеди, содержащая истолкование прочитанных мест Библии. Уставные особенности службы Введения также показывают, что статус этого праздника несколько уступает статусу других двенадесятых праздников. Сегодня по окончании литургии в Преображенском соборе Димитровграда Преосвященный епископ Меликеский Чердоклинский Деодор поздравил верующих с празднованием и обратился к собравшимся со словами назидания. Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с Великим Двунадесятым праздником Введения во храм Пресвятые Богородицы. Сегодня Святая Церковь вновь и вновь вспоминает события из давнего прошлого, когда Пречистая Дева Мария Богородица, будучи еще ребенком трехлетнего возраста, по обету, по обещанию, своими родителями была приведена храм Иерусалимский, храм Божий. Все мы с вами знаем эту историю, когда родители Пречистые Девы Марии Богородицы долго не могли иметь детей и умоляли Господа об этом благословении и обещали Богу, что если Бог даст им ребенка, то они его посвятят Богу. А это значит отдадут в Божий храм в городе Иерусалиме. Тогда храм был только один для всех. Пресс-служба Меликесской епархии.